Здравствуйте, уважаемые зрители! Сегодня я предлагаю вспомнить подвиг бойцов и командиров 229-й стрелковой дивизии. Летом 1941 года 229-й, еще первого формирования, участвовал в Смоленском сражении. Ее участь схожа с другими воинскими формированиями того времени. По сути, ценой своих жизней красноармейцы сорвали план Барбароса и перевели войну в затяжной характер, к которому Рейх не был готов. И вот в конце 1941 года на территории нынешней Тюменской области начинается второе формирование 229-й стрелковой дивизии, которой предстоит совершить подвиг под Сталинградом и на 4 десятилетия уйти в небытие. Внимание к истории этой дивизии будет привлечено уже в 90-х годах и только тогда мы узнаем о ее героической истории. Итак, бойцы 229-й дивизии под командованием полковника Федора Федоровича Сажина участвовали в обороне Сталинграда на дальних подступах, когда еще столицу Нижней Волги от фронта отделяли 150 километров. И была вера в то, что врага можно остановить в этой безжизненной степи. 2 июля 1942 года передовые части, шедшие по степи пешком, вступают в бой с противником в районе Нижней Чирской, которую красноармейцы пытаются отбить у врага. 25 июля, отступив, части 229-й окопались уже у Осиновки. Враг яростно контратаковал, бои шли даже в районе командного пункта, но 25 июля 1942 года фронт выстоял. На следующий день немцы бросили все силы на левый фланг. Снова яростные бои, в ходе которых фашисты прорываются к реке Чир. Части Красной Армии спешно отступают за эту водную преграду, стараясь зацепиться за ее берега, но немцы форсируют Чир и закрепляются на плацдарме. Поэтому 31 июля 1942 года 229-я при поддержке авиации и 50 танков контратаковала и смогла выбить противника с восточного берега реки. Линия фронта Суровикина-Осиновка была восстановлена. Но враг, нарастив силы, снова перешел в наступление. Сначала был прорван фронт, а потом советские войска и вовсе оказались в котле, где продолжали сражаться с противником, притягивая к себе крупные силы в районе Евсеева и Майоровского. 10 августа 1942 года не стало командира дивизии Федора Федоровича Сажина, а 16 августа связь с окруженными частями пропала полностью. Позже к своим прорвутся до 700 человек из личного состава. Многие, потеряв возможность к сопротивлению, попадут в плен. И в 1991 году документы из фильтрационных лагерей, хранившиеся в архивах КГБ, начали передавать на госхранение. В этот момент в Тюменской области обнаружили большое количество земляков, прошедших в плен и служивших именно в 229-й стрелковой дивизии. С этого момента и начинается изучение судьбы данной дивизии. Тогда, летом 1942 года красноармейцы сделали невозможное, сдерживая превосходящую 6-ю армию Паульса в бескрайних Донских степях с 17 июля по 23 августа. А на этом у меня все. Всем желаю крепкого здоровья. До скорых встреч. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok